здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пименко и сегодня у нас гостях директор гимназии номер 16 интерес ирина снегиреова с которой мы будем говорить о том что летом учителя и гимназия тоже работают вы удивитесь но это так правильно я говорю совершенно верно здравствуйте казалось бы все думают что такое учительская работа это же прекрасно три месяца лета три месяца отпуска делать ничего там педсовет 1 5 совет 2 и все но не тут то было да расскажите что летом происходит я так понимаю под эгидой гимназии да ну действительно такое мнение распространенное распространенное но совершенно неверное мы безусловно работаем все каникулы но за исключением отпуска и в эти летние каникулы у нас в гимназии проходил так называемый проект умные каникулы на самом деле там это было очень здорово это пятая учебная четверть то есть дети на самом деле учатся но учатся они легко легко непринужденный интерес да то есть это как бы необязательная вот школьная программа когда но есть определенные рамки до традиции так далее вот с чего все начиналось сколько проходило это пятая четверть начиналось все с предложения губернатора продлить учебный год в нетрадиционной форме на самом деле в россии самые длинные каникулы ну из всех там развитых стран скажем так и плюс пандемия да у нас тоже отобралось какое-то время и на это не считается это даже не считается хорошо даже не считается и мы открыли такие вот умные каникулы это дело в общем-то добровольная но у нас участвовало ну больше 1200 учеников вот если обычный летний лагерь в школе и у нас раньше так было это ну 100 ну 150 учеников и как правило это начальная школа то в умных каникулах участвовали дети со второго класса по десятой включительно то есть минус только выпускники и первоклассники у них другие проблемы у них совсем совсем другие проблемы а так вот совершенно добровольно все ребята ну кто мог кто в городе кто свободен а это больше 1200 учеников мы если честно даже не ожидали что у нас будет такое количество ребят это это действительно обучение в дифференцированных группах то есть каждый ребенок должен быть хоть в чем-то успешен вот это основной а там какой-то выбор вообще что это такое ну что входит какие предметы или это какой-то общий такой общее разнообразие как как строится эта работа как строится эта работа мы подготовили ну с марта месяца мы начали готовиться к этому проекту мы подготовили больше на 40 образовательных программ краткосрочных цель этих программ расширить образовательную программу традиционную ту которую во время учебного процесса это какая-то дополнительная до программа дополнительная программа это по разным предметам по разным я сейчас приведу вам меры каких-то вот таких образовательных одно из таких образовательных программ значит задача расширить то что мы изучаем обычно научить детей командной работе выполнить с ними какие-то проекты подготовиться с ребятами к олимпиадам различного уровня это были ну например программа которая называется выше только небо значит краткосрочная программа по астрономии для учеников более к астрономии также седьмых восьмых классов официально это обязательно это обязательный предмет но он в десятом классе а вот привить ребятам интерес к этому предмету и к физике можно уже в шестом седьмом восьмом тем более когда-то речь вообще шла о том что астрономия нужно этот четко это было такой период был такой пиа тут вы даете им до того еще как например или же например для старшеклассников курс который называется лайфхаки егэ но это вообще да или же например курс который называется большие тайны микроскопа на самом деле это химия это биология но поскольку все занятия проходят в неурочной форме это обязательное условие наших занятий во время умных каникул значит форма может быть любая кроме урочной ну по понятного того что мы слышно то есть да не скучно и даже не то что не скучно а все-таки школа подразумевает еще но чтобы в каких-то рамках тебя держали а летом хочется расслабиться и параллельно расслабляясь получать какие-то дополнительные знания да и когда спрашивали у ребят особенно в первые дни когда вот они только-только-только приходили в школу спрашивали на тебе нравится кто-то даже сказал должен то что в форме ходить не надо же нравится у вас форме хуй да у нас гимназии все ходят в школьной форме обязательный это такой атрибут да это корпоративный атрибут нашей гимназии и куда бы наши ученики не пошли будь то там какое-то мероприятие это как бренд уже обязательно с эмблемой значит с галстуком вы не переживайте мы всегда в форме мы о гимназии еще да мы всегда в форме да мы поговорим о гимназии как и гимназии не на каникулах во вторую часть там коснемся немножко нам же интересно все-таки впереди новый учебный год и так далее но вернемся к умным каникулам вот я так понимаю что вы говорите по желанию но может быть наверняка кого-то заставляли нет или родители лично и еще что то потому что но опять идти но даже вот без формы но даже в любимую гимназию но уж сил то нет тут наверно стояла задача чтобы сразу ребенку показать успокойся будет интересно будет по-другому тебе все понравится правильно я понимаю мы когда готовили программы когда выбирали собственно про что то что говорить то с ребятами летом мы как бы проектировали эту программу вместе с ними от них уже у ребят спрашивали что вы хотите расширять и углублять летом на какие экскурсии вы хотите поехать летом дело в том что на этот проект был предусмотрен грант московской области и он предполагал что мы должны часть этого гранта потратить на организацию экскурсий и мы смогли организовать за этот период 10 выездных автобусных экскурсий совершенно бесплатных для наших участников то есть мы ездили в планетарии в палеонтологические музеи в парк патриот в зоологические музеи в исторический то есть для каждого возраста была своя экскурсионная программа это было очень здорово тоже поехал в это мне кажется то есть это работа такая ну которая начиналась еще задолго до каникулярного периода до когда вы с ними общались а в какой-то форме про проходила вы какие-то собирали у них предложение да мы проводили такие условно говоря классные часы по проектированию летних каникул и они говорили вот старшеклассники например нам сразу сказали что мы очень хотим встретиться с людьми которые на практике могут нам рассказать про бизнес потому в принципе ну такой такая внеурочка как функциональная грамотность и конкретно финансовая грамотность она в школе существует то есть теоретически они все знают а теперь вы практически практически да и мы приглашали для них и представителей альфа-банка и представителей газпрома и представителей но медицинского центра в разной компании конечно именно для того чтобы вот эти вот люди которые реально занимаются бизнесом кстати были представители и нежного бизнеса нашего люберецкого то есть люди которые на практике успешной которые могут чем-то поделиться с школьниками вот они приходят которым вот вот уже в эту влите в жизнь да и опять таки обязательное было условие вот не просто лекция не просто урок это обязательно должно быть значит что-то практика ориентированная что-то живое человеческое чтобы дети это но не просто послушали а чтобы они что-то поняли вот такое вот очень практическое хорошо а насколько запланированы было запланированы эти были умные каникулы сколько они продолжались умные каникулы продолжались 18 рабочих дней с 30 мая по 23 июня ну то есть практически весь летний месяц а какая как работа проходила ну для меня слова каникулы да мы уже понимаем что это в какой-то форме да сейчас таких форматов много я имею ввиду молодежных но если оторваться от гимназии от школы до проводятся фестивали всякие проекты так далее а здесь как ребята приходили к какому-то времени весь день проводили в школе в гимназии и уходили или как это про ребят приходили в школу к 9 часам так все начиналось с танцевального флешмоба сказали зарядка но не зарядка потому что танцевального зарядка сразу же снижать потому что танцевальда до под под музыку и на улице до погоды нам повезло в июне мы знаем потом они расходились на свои треки у них было расписание на каждый день потом значит во время пребывания в школе у них предполагалось питание то есть они все не голодные были не голодные вполне могли подкрепиться а потом у них были вот эти вот экскурсии спортивные мероприятия очень много вот спортивных фестивалей или просто поиграть бадминтон или в волейбол или там баскетбол и чем-то как не на особо умных каникулах тоже когда можно и можно конечно первая половина дня это загрузочная потом раз это умные каникулы вторая половина это разгрузочная хорошо итоги вот прошло до 18 таких дней уже за это время как сколько идет наша программа вы рассказали очень много как говорится наверное у ребят и глаза разбегались и если глубоко они погружались и если повезло с преподавателем ну или скажем так с руководителем того или иного той или иной локации до или того или иного трека то я представляю себе это заинтересованность кажется что даже даже 18 дней это мало какие отзывы у детей какие отзывы у родителей кстати какие отзывы у тех вот кого вы приглашали нам очень много отзывов писали родители что них писали в соцсетях они нам присылали это на электронную почту школы мою личную почту вы знаете понравилось всем то есть вот родители пишут что дети бегут в школу потому что им это интересно необычно они им нравится учиться да еще если это не в традиционной форме для учителей здесь ну явно была возможность работать говори рассказывать детям говорить о том что им интересно что им нравится ну и потом работать с теми детьми которые мотивированы это всегда здорово я сейчас не говорю даже об отличниках баба речь идет не об отличниках речь идет о тех детях что которых которых можно чем-то заинтересовать и умные каникулы это как раз возможность заинтересовать тех детей которые может быть еще ну не очень мотивированы вообще к учебной деятельности понятно сейчас сделаем небольшую паузу напомню что у нас в гостях ирина снегирёва директор гимназии номер 16 интерес и через некоторое время вернемся в студию напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях ирина снегирёва директор гимназии номер 16 интерес которая в свою очередь с интересом нам рассказала о том как а прошли умные каникулы и возникает вопрос а почему всего 18 дней но я сейчас не говорю о загруженности наверное можно как-то там распределить и так далее просто из того что я услышал мне кажется такой очень интересный проект и можно было хотя бы две смены сделать или пока вот вы решили остановиться на 18 дня это вообще пилотный проект министерства образования московской области пока в нем участвуют только 60 школ то есть всего русской области в проект вошли флагманские школы а мы являемся флагманской школой то есть вот московской области и в городском округе люберцы и пока министерство образования в соответствии с результатами конкурсного отбора выбрала только 60 школ и мы проходили конкурсы и вот выиграли его какие-то итоги вот по другим школам уже подводились вы как-то общались встречались или пока идет к обработку этой информации все время общаемся с директорами значит других школ и конечно директорами флагманских школ у нас были общие мероприятия ну вот в частности мы мы принимали участие в спортивном фестивале вот ездили другую флагманскую школу вот мы принимали участие в театральном проекте значит губернский театр то приглашал ребят участников умных каникул на два своих спектакля маленький принц и маугли соответственно мы тоже встречались общались с другими ребятами и другими директорами вы знаете нам всем но практически без исключения значит нам этот проект очень понравился значит на самом деле он такой очень перспективный причем для учеников для учителей и даже в общем для гимназии очень перспективный это возможность сдружить всех детей вот у нас в общей сложности в гимназии больше двух тысяч учеников это много это много при этом они учатся в двух разных корпусах и если не создавать для ребят какие-то условия для совместной какой-то деятельности они могут проучиться 11 лет и друг друга даже не знать до что учились в одной гимназии что учились в одной гимназии если они например учатся в разных корпусах нашей гимназии а умные каникулы позволяют ребятам подружиться потому что они учатся не по классам они учатся вот по форматам по трекам по интересам по интересам раз интересу об возрасту правильно раз интерес общий тогда и по-другому идет вот этот контакт что и вот это у меня возникает вопрос конечно он мне кажется может возникнуть у любого человека скажем в данном случае со стороны они про образ ли это будущего обучения будущего образования вот такой такой подход и по предметам не только же можно да говорит там о финансовом образовании так далее можно и о математике и о литературе и хотя бы там и гуманитарных предметах так говорит а у нас были треки связанные с и с математикой и с литературой я была удивлена один преподавая один педагог учитель русского языка предложил ребятам старшеклассникам спецкурс под названием лермонтов странник с русской душой я думала ну кто же пойдет на этот на эти занятия вы знаете удивительно а вот педагог смогла создать такие условия что ребятам было интересно то есть это получился такой вот спецкурс по творчеству лермонтова ну то что вот сейчас для скажем взрослых людей и мы это видим да ну взрослых сейчас уже до 35 лет по моему нас молодой человек да ну скажем после 40 многие люди до интересуются не просто биографии кого-либо до известного человека но который привнес какую-то что-то сделал для общества а вообще и судьба и подходы и так далее конечно если правильно выстроить туда же самый такой уже забальзамированные до персонажа которым казалось бы знают все можно узнать что-то новое для себя открыть по ну конечно это все зависит от учти от учителя мы чуть позже поговорим о вашем коллективе так вот все-таки как вы считаете это может быть прообразом школы будущего я думаю да потому что школа будущего это школа в которой теория теоретические академические глубокие знания совмещаются с практикоориентированным обучением то есть каждый ребенок должен понимать ради чего он это учит вот он приходит на урок на любой и четко должен знать что те знания которые он сегодня за эти 45 минут получит он где-то и когда-то может использовать вот в жизни в обычной дороге ческой жизни но я хочу сказать что мы давно уже работаем по этому правилу во всяком случае мы стараемся сделать так чтобы каждый урок был практикоориентированный чтобы на каждом уроке дети руками вот собственными руками что-то сделали причем это может быть и русский язык и английский и география и биология и математика ну и тут возникает вопрос теперь вообще о гимназии подводя вы я так понимаю что филоту хотя бы сейчас на гимназии находится в таком плавном переходе и переходе от закончивавшийся учебного года до начинающегося правильно да вот подводя итоги по прошлому учебному году что вы можете сказать вы довольны работой да мы довольны нашей работой мы я имею виду наш коллег свой дружный коллектив сколько у вас учителей то учителей 107 107 учителя да а всего нас всего сотрудников 193 193 так что у нас очень большой коллектив включающий и вот как я сказала школьное отделение это два корпуса и дошкольное отделение у нас есть маленькие наши малыши которые к нам приходят из нашей дошколки почему довольны ну во первых мы попали в топ-10 школ московской области по результатам заключительного и регионального этапа олимпиады у нас в этом в прошедшем учебном году 60 учеников являются призерами и победителями регионального этапа олимпиады прям какой-то олимпийский звездопад но мы работаем так а на заключительном этапе у нас 8 ребят 8 по технологии и 2 по физкультуре пока вот нас вот эти предметы являются призер олимпиады у нас были они по моему в гостях у нас в нашей программе да совершенно поэтому мы в курсе наверно у вас были я так понимаю еще один показатель это егэ да как сдается да тоже наверное неплохое так поняла неплохой результат у нас есть два стубальника по литературе ну пожалуй результаты егэ могли бы быть и лучше но на самом деле они по всей стране в этом году могли бы быть и лучше это все кино нас пандемии связано конечно вот нынешний отзвук нынешние выпускники это как раз те ребят которые поступали в 10 класс без они никогда в жизни своей не сдавали экзамены у них не было в девятом классе экзаменов поэтому у них есть психологические проблемы при сдаче егэ у них нет вообще опыта сдачи вот этих вот тестовых заданий кроме как на уроках то есть у них их не было у них не было экзаменов до урок немножко другое конечно сколько бы мы не проводили тренировочных работ но экзамен и тренировка со своими учителями это вещь совершенно разное и но я думаю что в этом году после подведения итогов егэ по всей стране мы поймем что у нас в этом году у всех что-то провалилось но может быть не у всех но не то что провалилась и действительно наверное пандемия наш повлияла на всех а я как преподаватель вуза я тоже это вижу да сравнивая с предыдущими годами и так далее а как вы считаете кстати если мы говорили о пандемии вот все уже пройдем уже остальных сумеем подготовить на в нормальном так сказать варианте или все-таки еще озвуки какие-то есть для процессов конечно сумеем потому что ну учителя они ж какие люди мы стараемся из всего извлекать выгоду выгоду значит что-то положительное ну те учителя кто раньше не очень умел работать дистанционно ну что вы сейчас все все умеют мы умеем давать дистанционные уроки мы умеем пользоваться всевозможными платформами для электронного обучения то есть мы тоже многому научились и дети многому научились безусловно еще такой вопрос когда начинается новый сезон не 1 сентября для учителей когда вы вдруг ощущаете все понеслась когда уже я так понимаю что классы 1 уже сформированы да или как классы у нас первые уже сформированы мы сколько у вас вели первых классов 10 10 первых классов да можно с ума сойти прием как предполагается значит в стране с апреля месяца и до 30 июня мы вели прием детей по нашему микрорайону и сейчас все 10 параллельно с умными каникулами параллельно с умными каникулами бедные как вы это реально с умными каникулами мы еще проводили о.г. е.г. вели прием школьников так всегда это особенности учительской работы то есть получается а как у вас идет 10 а 10 б или как это не 10 а 1 там очень интересный вопрос да у нас идут 1 а б в г д а потом идет 1 а а 1 б б 1 в и так далее это связано с двумя разными корпусами а вот 10 класса у нас имеют очень интересное такое буквенное обозначение у нас есть 10 f так физико-математический 10 ю юридический и 10 м медицинский как интересно ну да г гуманитарного нет г гуманитарного в чистом виде нет он соединен с юридическим классом ну и я так понимаю что июль вот сейчас пробежит незаметно там уже август немножко отдохнет в том числе весь ваш коллектив так или иначе но больше я так понимаю часть летом все-таки на отдыхает а потом будет 1 сентября опять все понесется вот скажите мне вот кажется же даже вот если мы уберем пандемию в сторону вот каждый год одно и то же до 1 сентября потом сдача значит экзамена одни уходят другие приходят но каждый раз по-новому 1 сентября для вас начинается конечно учитель входит в класс ну а я начинаю учебный год но мы как артист в театре мы всегда выходя на сцену всегда волнуемся ребят всегда новые как пойдет даже те кого мы уже очень хорошо знаю они все за лето вырастают они меняются они взрослеют поэтому конечно новый год всегда начинается как новый год то ваш персон ирина снегирева директор гимназии номер 16 интерес была гость нашей сегодняшней программы мы хотим вас поздравить с тем что у вас прошла замечательно это но должны там словом акции назовешь этот проект да умные каникулы мне кажется это действительно такая школа будущего доживем ли мы до нее тоже другой вопрос но что-то в этом есть безусловно пожелать вам чтобы все ваши 10 первых классов показали себя только с талантливой стороны но и чтобы все те школьники которые уже давно с вами тоже вас радовали спасибо вам большое это была программа открытый диалог с вами был николай пельменко до свидания и 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